Даже без музыкального сопровождения Джолин Тернер – образец классики рок-жанра. Исключение одно – его возрасте за собой нужно следить. Поэтому перед интервью не бокал спиртного, а легкий грим. Хотя, признается звезда, быть таким, как 30 лет назад, не сможет ни одна рок-легенда. Тогда было больше фанатов рока. Я имею в виду настоящего рока. Сейчас люди больше интересуются модными фишками или умными песнями, но никак не творчеством. Их творчество как раз начиналось по Deep Purple и Rainbow. Игорь Харламов тоже рокер со стажем. 80-й Тернер был его кумиром. Звездных групп уже нет, но мечта о встрече с тем самым голосом жива до сих пор. И концерты Игорь ждет, как тогда, в молодости. Наверное, детских ассоциаций, когда просто внутри аж все замирало, когда Rainbow слушали. То есть, просто абсолютного кайфа. На этом концерте в Театре оперы и балета джинсы и длинные волосы вполне уместны. Многие хотели услышать кумира вживую еще с советских времен. Да и сам Тернер заметил, наши слушатели еще не остыли. Американские фанаты очень ленивы. Европейцы и русские, они полны страсти. Я считаю, что лучшая публика в России и в Японии. Там люди намного лучше принимают, чем в Штатах. Каким будет саратовский прием, организаторы поняли сразу. Билеты разлетелись в считанные дни. Тем более рок-музыка, похоже, опять в центре внимания. На рок как-то люди с большим интересом идут. Наверное, он более и качественные звуки, и тексты песен со смыслом. В репертуаре не только хиты из прошлого. После распада Deep Purple и Rainbow музыкант ушел в сольную карьеру. Судя по реакции зала, в Саратове новинки уже известны. Джорен Тернер по России гастролирует уже несколько лет. Он не стал фанатом русской водки, зато выучил десяток слов на великом и могучем. Вниманием поклонников мировую легенду не удивишь, но Игорь Харламов принес своему кумиру подарок – диск с песнями своей группы. Увидеть коллегу Джорен Тернер, похоже, не ожидал. В 82-м году, когда я слушал там впервые его альбом, то есть я не мог себе представить, что я буду обниматься с этим человеком. Ну, это просто шок. Звезда шок не испытала, но диск саратовских музыкантов Джорен Тернер все же пообещал послушать. Нина Мышкина, Валерий Бокословский, Олег Буанов. Новости. Телеобъектив.